В Астане проходит главное международное событие энергетического сектора в регионе. 11-й Евразийский форум Казэнерджи. Его тема звучит как «Созидая энергию будущего». Участвуют в нем десятки крупнейших международных организаций, а также транснациональные, нефтегазовые и энергетические компании. О том, что проходит в эти минуты, на площадке форума готовы рассказать мои коллеги. На связь выходит Айгерим Акимжанова. Айгерим, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Лаура. 11-й Евразийский форум Казэнерджи проходит под названием «Созидая энергию будущего». И такое название выбрано не случайно, ведь в этом году он приурочен к завершению международной выставки Экспо-2017 в Астане. Кроме того, он является продолжением диалога, начатого в рамках Министерской энергетической конференции на тему обеспечения устойчивого развития энергетики и 8-го международного форума по энергетике для устойчивого развития, который прошли в июне этого года под эгидой региональной комиссии ООН. Программа форума Казэнерджи направлена на обсуждение вопросов и проблем, связанных с эффективным управлением источниками энергии, контролем над производством, хранением и использованием энергоресурсов, обеспечением доступа к источникам энергии, изменением климата и снижением выбросов углекислого газа, стимулированием использования альтернативных источников энергии, внедрением программ по энергоэффективности, умной энергетикой, инновационном развитии урановой и атомной отрусли. Форум традиционно вызывает интересы стороны правительств мировых стран, международных энергетических организаций, дипломатических представительств, казахстанских и зарубежных энергетических компаний, исследовательских институтов и консалтиговых агентств. Кроме того, форум позволит осмыслить текущую ситуацию с точки зрения ключевых вызовов энергии будущего и должен содействовать выработке оптимальных стратегий национальных и международных компаний в области устойчивого развития. Так считают эксперты. И в числе ключевых спикеров форума сегодня премьер-министр Республики Казахстан Бахаджан Сагентаев, министр энергетики Канат Бузумбаев, а также руководители ведомственных министерств и компаний ряда зарубежных стран. А рядом со мной сейчас стоит представитель компании-партнера форума, который представляет проект в области электроэнергетики, Ерлан Стамбеков. Ерлан, расскажите, пожалуйста, какой вы проект представляете? Я представляю здесь завод по производству, первый в Казахстане завод по производству электробусов. Это совместное производство компании «Хайгер», одного из мировых лидеров по производству электробусов, и компании «Парасад». Какие основные направления вы для себя отметили на сегодняшнем форуме? Для нас это, прежде всего, использование электроэнергии как альтернативного источника для того, чтобы превращать ее в движимое состояние, то есть использовать для общественного транспорта. И второе, это, конечно же, сохранение выбросов, то есть препятствия выбросам в окружающую среду. Как вы все знаете, как мы все знаем, электромобили, электробусы сегодня – это тренд современный, когда используется электроэнергия для того, чтобы обеспечить как альтернативную возможность для общественного транспорта. Ирланд, спасибо вам за предоставленную информацию. Я хотела бы напомнить, что форум «Казэнерджи» пройдет в течение двух дней, и уже завтра ожидается, что будут выработаны партнерские инициативы, которые войдут в итоговую резолюцию. Студия, у меня на этом все.